Всем привет, друзья! Нас сейчас пугают со всех утюгов, что вот-вот начнётся Третья мировая война, большая война, которая затронет весь мир, будет весь мир в труху, и все со всеми будут меситься. Вот так нам сейчас рассказывают, блогеры подхватывают эту тему, и на таких видео зарабатывают многотысячные просмотры, и все начинают бояться, там опять это всё у нас будет плохо, Третья мировая война, значит, всё, весь мир в труху. Вот я хочу вам сказать, и давно уже об этом говорю, что не ведитесь за стадом. Стадо всегда приведёт в тупик. Я хочу сказать, что никакой большой Третьей мировой войны не будет. Будут лишь новые очаги войны. Такой очаг мы уже с вами знаем, это Ближний Восток, это Россия-Украина. Назревает конфликт Северной Кореи и Южной Кореи. Это будут лишь новые очаги войны, но никак не большая мировая война, когда будут все со всеми меситься. И я объясню, почему. Потому что наш мир, он к чему идёт? Он идёт к полной цифровизации. А это значит искусственный интеллект, а это значит вышки 5G, которые уже понастроены по всему миру, и кое-где они уже подключены. Вы уже об этом знаете. Искусственный интеллект работает, значит, на него уже подключены мощности, электропитание и всё такое. То есть вот эта цифровизация, она уже как бы частично начала работать. И если начнётся Третья мировая война, и весь мир в труху, это значит все вот эти вышки 5G полетят, весь искусственный интеллект, электроснабжение, а это значит отключится искусственный интеллект, и всё это полетит. Получается, что начало этого нового цифрового мира придётся отложить на несколько десятков лет. Ну разве не так? Если начнётся большая мировая война, и всё будет порушено, получается, что так, что откладывается наступление цифрового концлагеря. А это им не нужно. Они и так идут по графику, который у них есть. И, в общем-то, у них всё идёт успешно. Поэтому я уже об этом сказала несколько месяцев назад, что никакой большой мировой войны не будет. Успокойтесь. Будут лишь новые очаги войны. И не будет никакой войны России с Европой. Но потому что те, кто командует в России, то есть власти России, они живут в Европе. И с кем они будут воевать? Сами с собой, что ли? Здесь у них есть семьи, здесь у них дети, которые уже завели свои семьи здесь же, в Европе. Поэтому никакой войны России с Европой не будет. Максимум, что будет, это какая-нибудь показушная заварушка на границе. Вот так. Это моё мнение. И я считаю, что оно правильное. Друзья, а вот которое мнение вам навязывает стадо, вот не ведитесь никогда за этим. Начинайте думать самостоятельно и самостоятельно анализировать ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует...